Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть Резистанс-3. Мы находимся в шахтах. Здесь мы с Джонатаном. Сюда мы пришли убить существо. Скорее всего, оно просто убьет нас, потому что сюда направляли, по его словам, чуть ли не дивизию. В итоге выжил всего один человек, который стал инвалидом. И не только физически, но и умственно. Поэтому все очень и хорошо. Так, ладно, нам нужно советоваться с Джонатаном. Он, как обычно, будет нами помыкать, как это любят компаньоны в компьютерных играх. Сейчас вот он будет раздавать нам такие полезные советы, а мы будем, соответственно, переть на ножи. Шахта закрыта. Давно заброшена, но здесь, тем не менее, горит свет. Нужно найти взрывчатку для чего? Чтобы взорвать завал, как я понял. Крыса, как тут живая? Там наверху такой пипец происходит. Господи, Джонатан, не будь таким навязчивым. На самом деле, эту серию записываю сразу после предыдущей, поэтому мне нужно маленько спокойно походить, отдохнуть, потому что в конце предыдущей серии было адовое мясо. Там на нас пердят враги в таких количествах, что я прям не знаю. Баллон. Окей. Баллон это неплохая взрывчатка, если подумать. Ацетилен. Отличная мысль. Поставь баллон рядом с дверью. С этой дверью. По-моему, проще было с дробовика с Росмара петли отстрелить. Ну, ладно. Хорошо, сходим за новым. Не знаю, у меня сегодня критический настрой, сегодня я буду все критиковать. Ну, я так понимаю, что она в результате чего-то ушла сквозь дверь. Надеюсь, со второй такого не произойдет. Хорошо. Двери больше нет. Баллоны могут пригодиться против существа. Вперед! А вот и второй лежит. Я так вообще понимаю, под землей пользоваться взрывчаткой вот так вот, просто чтобы открывать двери, это не самая лучшая идея. Тем более... Часть Штоллин еще не укреплена. Нагибайся и будь осторожен. Не укреплена, понимаете, да? Тем более баллонами с сжатым газом. Ну, вообще, тут жутенько. Здесь кто? Здесь тоже заперто. Ты знаешь, что делать. Конечно. Здесь, как ни странно, обитаются химеры. Росмур у нас, кстати, теперь зажигательный. Так, ну, я так понимаю, мне сейчас обратно придется сгонять. А там что? Что-то даже не видно. Так, здесь потому что я его не вижу. Нету. 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 Ладно, пойдем обратно. Где? Я чего-то не понимаю. Там, сходим туда. Мне так быстрее будет. Потому что, скорее всего, я просто втыкаю опять и ничего не вижу. А вот там на виду. Так, я думаю, лично для меня будет гораздо быстрее. Хотя, скорее всего, там на самом деле их нет. Потому что не видно же. Мы все осмотрели. Так. Вот мы здесь. А где там мы были вообще? Нет уже? Нет. Так, она правда не открывается? А, господи. Я все неправильно понял. Иди сюда. Надо было открыть эту дверь. Взять там баллон и открыть. Дверь наверху. Понятно. Вот это, по-моему, опасно. Отойдем. Нет. Не, реально, вот это вот все, что происходит в этом городе. То есть, как мы сюда попали. Сначала по лесу пробирались. И потом пробирались, пробивались через этот город. Теперь мы в этих шахтах. Это реально, по-моему, самый крутой момент игры. То есть, я, конечно, посмеиваюсь. Но на самом деле это очень круто. Прямо какая-то совершенно своя атмосфера. Здесь не похоже на то, что было раньше. Это именно так напоминает Рейвенхолдинг. Большая тварь, я так понимаю. Ух, ебона, мать! Великоват, да. Да куда ему стрелять-то? Ты посмотри на эту дуру. Так, я считаю, нужно взять что-то более такое точное. Да я стараюсь. Один вошел. Он ранен. И очень сдал. Так, хорошо, почитаем про него. Читаем, как обычно, на паузе. То есть, чтобы не задерживать тех людей, которым неинтересно. Но, тем не менее, загадка. Как такая дура вообще появилась? Учитывая, сколько его, судя по всему, нужно кушать, чтобы существовать. Хотя, в принципе, биомассы тут хватает. В узких туннелях безопаснее, чем в больших пещерах. А что тут? Ого! Хорошо. Только у меня всего хватает. Ох, не нравится мне все это. Так, нам придется убрать эти стойки. Ты их поднимешь? Выбор-то какой. Давай, 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 пошла. У нас есть шанс убить эту тварь. Вперед. Ух ты, давай, 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 давай. Беги в узкую стольню, быстрее! Здесь нельзя драться, слишком тесно. Спокойно. Давай, обходим его сзади. Откуда он такой здоровый вообще? Хотя, после смертоносца он не такой уж и большой, по-моему. Но гораздо более зубастый, если так посмотреть. Почему я не могу выключить фонарик? Вот, меня беспокоит, что... Тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно. Валим, валим. Да бегу я, ну! Боже, ну мать, давай, давай. Я уже его обогнал. Сюда он не пролезет. Ты уверен? Я говорил, бог с нами. Вперед, пока он не нашел дорогу. А я его шутопил. Да он там спокойный такой. Хорошо, веди падры. Ты оттуда лучше знаешь, что тут да как. Это же надо так попасть. Пипец. Давай. По той же схеме. Да, нельзя что. Я уже смотрю по стенам. Есть ли какой-нибудь вход, если что, потому что слишком... Давай, 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 давай. Ой-ой-ой, что там бежит? Давай, ты пока он не продал тебе путь. Так, хорошо. Быстрее давай. Так, сейчас соберем всякое. Я думаю, пора брать Росмар. Вот, что он тут реально очень крутой. Здравствуйте. Не ждали? До свидания. Ох. Добью я, ну. А-а-а. Да, подожди ты. Сам-то живой, нет? Вот, хорошо. Пошло. Так, я думаю, знаете, можно через гризли пометить ему глаза просто. Ну, после этого... Ну, после этого... Как-то вот так. А-а-а. Так, теперь баллоны, да? О, ты посмотри, что с ним. Вот так, хорошо. И что, живой еще? Брось меня здесь. Найди его. И убей. Пожалуйста. Да, блин. За мной. Спешно. Получилось. Ох. Он еще договорить не успел. Брось меня здесь. А я его уже бросил. Хотя, конечно, я просто хотел проверить, куда упетляло это создание. Да ладно, по сути. Брось, говорит, меня здесь. Я уже в трех километрах от него. Так, ну, тварь, как видите, можно убить. И не такая уж она и страшная. Он бьет не слишком больно. Терпимо, то есть. Для нашего персонажа с квадратной челюстью просто пощечина. Ой, что-то я стремаюсь туда идти. Твой там нет ничего. Вода. Ненавижу в таких играх воду. Откуда свет тут вот так подумать? Так, короче. До свидания. Обожаю этот пистолет. Сейчас один потише будет. Потому что их тут не так много. Он всех, по-моему, сожрал, кого мог. Ему без разницы. Химера, человек. Так, спокойно. Только не падай. Это реально проблема, по-моему. Мне кажется, я сейчас выйду. Хотя нет. Нет. Кто-то рядом. Надо маленько поднапрячься. Блин, я бабу он не вижу. Расходимся, парни. Окружим сукиного сына и врежем ему. Ларри, ты с парнями идешь в штольню В. Майк, ты в штольню Б. О боже! Что это? Кайфил! Иди, ублюдок! Иди! Аааа! Ой! Твою мать! Ты вернулся, что ли? Что тебе надо-то от меня? Ты же тебе, по-моему, уже показал, что не хочу с тобой связаться. Мне просто нужна. Так, подожди. Ой, тихо-тихо. А что если... Что если притопить сейчас? А, бежим, бежим, бежим. Тут? Тут. Ладно, допустим. Бежим, бежим. Ааа, давай, давай, давай. Ну, просто все сносит. Ничего, братин. Давай, быстрее наверх. Давай, 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 давай. Ох-ох-ох. Вот это проблема. Давай, давай. Давай. Зачем? Давай. Я подумал, я... Просто стоял и его ждал. Оказалось, что мы сели в тележку. Че, нравится? Ох, хорошо вошло. А, по корням. Ну, это мы тоже можем. Ох. Так, по-моему, он отстал. Но если нет, это как бы его проблема. Хорошо. Хе-хе-хе. Стрипки не совлупили. Я забыл, что она у меня есть. Так, ну что, подружка? Баллоны где? Баллоны. Так, баллон пока откинем. Сейчас нам нужно ему ослепить будет. Я так понимаю. По той же схеме. Ага. Хорошо. Так, где мой баллон? Да блин, куда-то подевался. Не успею, наверное. Ну че, как? Че он делает? А-а-а. Твою мать твое. Что это было? Гранаты, типа, ешь, взрываются только при приближении врага. Отличные ловушки. Это подсказка, типа, что ли? Я не совсем понял. Может, ему по щупальцам стрелять по этим корням? Ну, как бы там ни было. Я думаю, сейчас заломаем все-таки. Ну да. Нужно их отсекать, чтобы он не пролез. Да блин. Нет, никак, смотри. Так, хорошо, блин. Магнум давай на самом деле попробуем. Он эти штуки выстреливает. Нужно... В середину, похоже, бесполезно стрелять. Нужно по основанию долбить. Тогда все у нас получится. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Как-то так. Я его пофигу вообще. Что ты не делай. Мама, я боюсь. Тихо, тихо, тихо. Даже по глазам тебе долблю. Ну, что тебе не хватает? Может, сейчас баллон закинуть? Так рано еще я не ослепил его. Да, она. Давайте его ослепим, бакета. Как думаете, сработает, нет? По-моему, вполне себе. Так, хорошо, теперь... Ох! Верхняя часть черепа просто ушла в ней. О, какая пакость. Это было круто. Странно, конечно. По-моему, смертоносец был гораздо более страшным противником. А тут из этого существа делали что-то совершенно какое-то страшнючее. Ну, ладно. По сути, справились хорошо. Мне понравилось то, что происходило в этих катакомбах. Кстати говоря... Святой Отец, похоже, выжил, да? Вы его только что видели. Все той же кампании. Не знаю, лучше бы машину нашли, потому что за путями никто не следит. А где звук? Они должны говорить что-то, нет? Это очень странно. Это очень странно. Не поймешь. Можно было бы хоть во время паузы... Ой, во время этой заставки включить паузу и включить субтитры. Короче, надо будет включить субтитры, потому что игра, как видите, что-то глючит, что ли? Я не понял. Странно. Спасите! Вообще отлично. Еще мародеров не хватало. Что-то либо со звуковой дорожкой было в этом ролике, либо как, но звука не было в принципе. Я не знаю, извиняюсь за этот баг, потому что я вообще не понимаю, что это такое, короче. Вот, да, кстати говоря, еще одна причина того, что на поезде ехать было глупой идеей. Мало того, что за путями никто не следит, и где-то, может быть, просто путей нет там, или мост взорван, а они летят туда же, вперед не смотрят, разговаривают, едут. Так еще и грабители для них это всегда будет. Прекрасной желанной добычей. О, сколько повешенных людей, это пипец. Так, смотритель. Давайте посмотрим. Дневники. Это сведения о врагах скорее. А нет, смотри. Член группы преступников. Понятно. Сидевших аятов в тюрьме строгого режима. Хорошо. Остерегайтесь атакующих толп. Как мы знаем, человек все-таки самый страшный зверь, поэтому... И, кстати говоря, давайте еще секундочку. Сейчас мы включим субтитры. Я знаю, что многих они отвлекают, но, как видите, что поделать. Лучше уж так. Спокойно. Какого уж черта, сколько у вас тут? Так, минус. Блин, тяжело еще. Хорошо. Тут целый, чуть ли не броневичок. Давайте последний на него собьем. До свидания. Так, ну и, в принципе, пушку нам дали неплохую. Это, кстати, классическая пушка из первых двух частей, которой воевала американская армия. Давайте пользоваться ей. Что происходит? Что там такое? Как же по вам непросто попасть? Давай, получай. Готов. Самое главное, конечно, в водителя попасть. Но в него попробуй попади. Так, пушка кончилась. Хорошо. Я думаю, вот этим будет полегче все-таки. Нет, одни. Нет. Нам повезло, что мы еще целы. Боеприпасы находятся в самом хвосте поезда. Я пошел. Насилие, эгоизм. В этом сила отдельных особей. И слабость нашего вида, как целого. Не хватало еще нагопников на раз. Теперь с этой стороны просмотри. Да я вижу уже. Падай. Все, это сейчас нормально. Так, вот эта пушка нам сейчас поможет. Ох, и ходом. Ты посмотри, что я натворил. Я страшный человек. Еще есть? Я там сейчас навстречу покатят. Они появились из воздуха. Окей. У нас. Я не знаю, они как лемминги. У них просто инстинкта самосохранения. Такое ощущение, нет? Посмотри, что они делают. Ну ладно, зато весело. Да, двух минут. Оп. Пошел вниз. Окей. Братья-акробати. Так, свидание. Неплохо. Да сколько ж можно. Ох, нифига себе. Вот они. Реальные проблемы. Так, ну, давайте встретим. Беги в мост поезда. Они лезут сюда. Все, теперь ты друг. Кто труп, мы еще сейчас посмотрим. Ну, прыгай. Ах, блин. Нормалек. Пишите письма. Да я знаю, я прямо около них. Не, наш герой, если подумать, страшный человек. Так, посмотри, как он их просто рвет. Под нашим управлением, конечно же. Нормозной вагон. Он сейчас сойдет с рельсом. Я так и подумал, что вот это не просто так. Вот и вовремя. Вот. Хорошо. Нам этот вагон все равно был не нужен. Правда? Они спрыгивают сверху со скал. Да что-то не особо прыгают. Негде спрятаться, парень. Это мне? Ты хоть прятался. А, тебе негде спрятаться, парень. Ой. Если ранят, возьмем... Что-то у меня сегодня игра странно работает. Реально. Ваги просто проходят мимо меня, когда умирают. Или как это вообще называется. Давай подлечемся. Вообще, конечно, сложно, но как-то, не знаю. Под эту игру я сел с таким настроением, что у меня все хорошо получается. Бывает прям все валится из рук. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Здесь все как надо. До свидания. Патронов, я так понимаю, нет, да? Ну-ка, если... Если так... Первый пошел. До свидания. Второй. До свидания. Еще еду. Всего хорошего. И последний. Пока. Ладно. Так, теперь. Чем еще можно вас попотчивать? Ну, в принципе... Все-таки вот этот угол. С карабина по броневикам, я думаю, все-таки не особо хорошо пополучилось. Устойчивые дикари. Надеюсь, они скоро отстанут. Не уверен. После того, что я увидел, они до сих пор не отстают. Они, наверное, скорее какие-то клинкадзе. О, красиво. Смотри, Джозеф, слева от поезда. Как много смертоносцев. Они идут группой. Это просто поразительно. Так. Давайте рассмотрим поближе. Ого. Смертоносцы. Вот это вот реально плохо. По сравнению с этим все бандиты, это просто так. Пшик. Вот опять они слева от поезда. Да, вы кончитесь. Или не кончитесь. Так, это вы минус нули? Тоже кончился. Да, блин, ты посмотри. Они закидывают меня просто. Они лезут на поезд. Да пусть лезут. Все нормально. Это то нормально. Лишь бы не смертоносцы. Потому что то количество мы просто никак не вытянем. Что это вообще такое? Это их корабль. Вот такие у них корабли. Они летают в небе. Последний вагон сейчас взорвется. Быстрее. Отцепи его. Готово. Грохот это. Так, пора подлечиться, по-моему. Ты посмотри. Они не отстают ни в какую. Сигналит еще. Не, ну это, конечно, вообще реально. Они, по-моему, уже с обоих сторон идут. Так, знаете что, ребятки? Не особо работает. Я думаю, будет лучше. Так, теперь с той стороны. Да сколько же можно, нет? Кто? Кто? Офигеть. Только не они. Ой-ой-ой. Копим. Куда-нибудь. Копим. Куда-нибудь. Держимся. Ну, конечно, спасены. Ты посмотри. Ты видел вообще это? Приготовься. Почему? Они атакуют справа. И могут столкнуться с поездом. Фух. Вот это офигеть. Не знаю, игра вообще не перестает радовать. Это просто какой-то, я не знаю. Она больше не на какой-то такой степенный шутер похожий. Типа Half-Life. Какие-то американские горки. Постоянно столько экшена прет, что прям, ну вообще. Только, казалось, мы под землей там. Отбивались от огромного монстра. В следующую минуту мы уже на поезде кувырка FC. На нас бегут еще большие твари. Причем в огромных количествах. Что со звуком? Я не понимаю. Но я застрял. Сзади! Плавное хоть субтитры включили. Дедушке тяжело досталось. Рекид. Рекид. Ну да, теперь Джозеф совсем один. Ты в тюрьме, парень. И чё, с кувалдой ты? Я так понимаю, сейчас у нас будет бой до смерти. Это, в принципе, подсказуемо. А, бестии. Это ещё хуже. Что ты делаешь-то? Так, ну что, давайте на этом закончим эту серию. Я маленько посмотрю, что такое вообще происходит со звуком. Есть ощущение, что, возможно, какие-то настройки звука сбросились, поэтому голосовые дорожки передаются не... Ну, не знаю, посмотрим, в общем. Маленько с этим разбираюсь. Но пока что это всё. В принципе, серия была, на мой взгляд, дико насыщенной и очень крутой. Особенно вот эти покатушки мне понравились. Крайне. Но при этом странно, как-то они вели себя. Вот реально, я не знаю, как леменки какие-то. То прыгнут с трамплина тупо в стену, чтобы взорваться. То ещё что-нибудь в этом духе. То друг в друга врежется, даже ещё если я в них ни разу не выстрелил. Но всё равно это было крайне зрелищно. Есть такое ощущение, что скоро мы уже будем подбираться к финалу этой игры. Но пока что что-то есть ощущение, что в этой тюрьме мы ещё довольно долго побегаем. Не знаю, в общем, довольно скоро, я думаю, финал будет. Как бы там ни было, надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова